друзья привет друзья хотите вам расскажу как люди попадают на крючок на крючок пьяного вождения автомобиля не было такая история много лет назад когда я еще употреблял алкоголь другие наркотики встретился со своим другом и решил вам показать автомобиль который недавно купил возможно нам прокатиться не знаю в общем заняться было нечего дело было вечером встретились мы сели автомобиль включили музыку не помню от кого но в общем последовало предложение они выпить ли нам алкогольного продукта одного машина стояла во дворе мы сходили за алкоголем посидели в машине попили его послушали музыку потом еще раз ходили и еще раз не помню после какого раза но идти магазин пешком нам почему-то не захотелось скорее всего последовало друга предложение потому что он такой более хулиганистый что ли я более податливый и мы решили проехаться до магазина на автомобиле там уже было проехать буквально по дворам метров 200 наверно 300 мы проехали взяли еще себе отравы и вернулись на место распития так продолжалось несколько раз пока мы хорошенько не надрались слово только раньше не было надрался в общем пока мы не набухались потом позвонила сестра этого друга моего и попросила чего-то там ей помочь сделать нужно было уже выезжать в город это было не близко соответственно друг мне предложил поехать я по моему отказывался насколько я помню но все-таки не помню уж почему скорее всего потому что был пьяный не скорее всего точно в общем согласился мы поехали то есть выехали прямо в центр города на живенную трассу там какие-то свои дела сделали и вернулись обратно после этого я еще раз сел за руль пьян так принцип был бы принцип тот же самый чтобы вы понимали то есть нужно немножко проехаться как только вы сидите за руль пьяными немножко проезжаете будь то в садах знаете знаете люди ездят на дачу и где-то там магазин неподалеку от дачи пешком уже идти не охота потому что сколько отравы не бери все равно два раза бегать люди послан по садам по дачам по дачному поселку едут пьяными за рулем и вот идет такое не знаю как это называется толерантность что ли к этому виду нарушения то есть человеку с каждым разом когда он садится пьяный за руль ему каждый раз кажется что он все все будет нормально ведь прошлые разы были нормальные в этот раз нормально то же самое кстати происходит и с употреблением наркотиками наркотиков когда человек сперва их нюхает да там курит потом начинает колоть здесь примерно то же самое и что самое главное что я хочу вам сказать если человек какое-то продолжительное время ездят пьяный за рулем все мое мнение его нужно лишать прав во первых это потенциально убийца во вторых у таких людей идет привыкание а чем я начал начале крючок они садятся на крючок и они не могут с него слезть всегда когда они будут пьяными всегда появится какая-то необходимость чтобы куда-то переместить свое отравленное алкоголем тело и нужно будет садиться за руль им не придет в голову ехать на такси там еще на чем-то общественном транспорте тем более вот еще заметил что люди которые автомобилисты они крайне редко ездят на общественном транспорте они будут звонить кому-то вызывать ждать чтобы их знакомые автомобилисты подвезли но идти пешком или ехать на автобусе когда в жизни вот это еще один из одна из причин почему пьяный за рулем он будет всегда ездить пьяный за рулем поэтому я бы внес в законодательство одну из запретительных мер это если человек попался пьяный за рулем всего лишать прав на всю жизнь вот с первого раза просто не надо никаких штрафов ничего сейчас нам по моему штраф какой-то лишение там на полтора или три года ну чё это такое лишать пожизненно мне это будет действовать понятно что одними запретительными мерами ничего не решить но для многих это будет хорошая такая преграда кстати почему я вспомнил про эту тему недавно познакомился с одним человеком довольно таки хороший человек и в общем он приезжает на работу на машине там где сейчас тружусь людей принято употреблять алкоголь на рабочем месте и вот этот товарищ приехал на работу ну и со своими коллегами напился причем вначале зная о том что он приехал на автомобиль я ему говорю так ты чё собрался бухать-то ты же домой тебе ехать он говорит так я аж немножко тем более что позвоню вот внимание позвоню своим знакомым гаишникам и узнаю можно ли ехать или нельзя то есть имеется ввиду что оштрафуют его там кто-то не оштрафует то есть ему без разницы попадет ли он в аварию собьет ли он кого-то то есть человек уверен на сто процентов что с ним ничего не будет за рулем если он пьяный потому что он уже много раз так ездил ничего не случалось но я думаю вы понимаете что все те кто сидят в тюрьмах за то что попали в аварию севшие за сядя за руль автомобиля алкогольном опьянение мы сбили людей не знаю там просто кого-то покалечили они также думали они также думали что сядут за руль спокойненько доедут гнать не будут как говорил за товарищ ягод гнать не буду тихонечко доеду в итоге он напился прям было видно что не чуть-чуть он выпил язык заплетался и так далее но явные признаки алкогольного отравления и поехал после этого он еще несколько раз поделал те же самые манипуляции теперь друзья приведу немножко цифр представляете что вот по статистике примерно один процент за рулем пьяных водителей всего лишь один процент согласитесь это казалось бы немного но этот один процент делает около 50 процентов всех аварий на дорогах в том числе со смертельным исходом представляете один процент делает 50 процентов нарушений аварий смертей бед горя и так далее продолжу о себе рассказ ездил я пьяный за рулем много раз причем не только пьяный под воздействием алкоголя но и под воздействием галлюциногенных грибов курительных смесей и все это было в перемешку просто сейчас вот расскажу один случай ну продолжу то есть рассказ исповедь пьяного водителя просто слава богу что ничего не произошло понимаете то есть я ездил настолько в невменяем состоянии хотя мне казалось что я был абсолютно нормальный что выезжал на встречку то есть мы помню едем все с тем же приятелем и просто вылетаем на встречку едем на дорожном полотне стрелки в нашу сторону направлены то есть мы понимаем что мы вылетели на встречку то есть хорошо что это была ночь и никто на нас на встречу не летел никакой автобус не дай бог с детьми и так далее просто понимаете подъезжаешь на перекресток вот я помню этот момент когда как раз все было в перемешку то есть и грибы и алкоголь и курительные смеси все это было во мне единовременно то есть стоишь на перекрестке ждешь красный свет зеленый свет светофора и ты не понимаешь педаль нога на педали тормоза и ты не понимаешь стоишь ты или не стоишь то есть представляете в каком состоянии люди ездят по городу в том числе я ездил очень сожалею об этом хорошо что никого не сбил сам не погиб и так далее то есть просто представьте на секунду сколько потенциальных убийц ездит на дорогах конечно я сказал уже что это один процент но это официальная статистика это те кого поймали кого кто не пойман сколько таких граждан поэтому я считаю это очень серьезная проблема в первую очередь она вызвана доступностью доступностью всех этих ядов вторая причина это реклама этих самых ядов повсеместно и третья причина это то что алкоголь другие наркотики вызывают зависимость вот всего три причины почему люди употребляют алкоголь другие наркотики в том числе за рулем в связи с этим друзья у меня вопрос проведу голосование вот скажите как вы относитесь вообще к этой проблеме если у вас знакомые кто ездит пьяный за рулем и как вы относитесь к моему предложению что попался за руль попался за рулем пьяный сразу же лишение прав пожизненно без права восстановления ни в каких обстоятельствах пишите в комментариях делайте репосты как сейчас принято говорить ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы вам приходили оповещения будьте здоровы マonas жмите посторов вот канал